Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Торжественное открытие летней оздоровительной кампании. Классика в российской профессии литературные вечера под открытым небом в Азове. Фестиваль пленерного рисунка «Ласточкино гнездо» собрал 300 художников. Торжественное открытие летней оздоровительной кампании прошло сегодня. По ежегодной традиции с 1 июня в нашем городе начинают работу летней площадки по месту жительства и пришкольные лагеря. Сегодня в Международный день защиты детей на стадионе «Злюшор» номер 9 торжественно стартовала летняя оздоровительная кампания. Собравшихся приветствовал глава администрации города Азова Игорь Щипелев. Сегодня перед вами раскроют двери наши профильные пришкольные лагеря. И я уверен, что и учителя, и вожатые подготовили вам интересную и познавательную программу отдыха. Я хочу вас заверить, что администрация делает все возможное для того, чтобы ваш отдых был связан с вашим интеллектуальным, духовным и физическим развитием. Открыты 9 пришкольных лагерей дневного пребывания, 10 пришкольных и дворовых площадок, а также 6 профильных летних лагерей на базе учреждений дополнительного образования. Питание организовано на базе школьных столовых. Все учреждения прошли необходимую подготовительную приемку. На сегодняшний день все учреждения приняты, в том числе органами Роспотребнадзора. Питающие организации уже с сегодняшнего дня завезли продукты и готовы кормить детей. Впереди у ребят много увлекательных мероприятий, экскурсий, спортивных состязаний. Руководство города обещает приложить максимум усилий, чтобы сделать детский отдых полезным и интересным. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Очередное планерное совещание главы администрации Азова началось с информации о кадровых перестановках. Игорь Щипелев сообщил, что директором многофункционального центра города Азова назначен Виктор Пшеничный. Бывший заведующий нормативно-правовым сектором Азовской городской думы. Заместитель главы администрации Владимир Рощупкин, отчитываясь на планерке о проделанной работе, сообщил, что в ближайшее время будет решен вопрос о возможности строительства на территории Азова предприятия напитки из Черноголовки. На планерном совещании также сообщили, что на этой неделе большая уборка ждет Азовский машинный пляж. Она пройдет в рамках экологической акции. А 5 июня Игорь Щипелев примет участие в первом Всероссийском форуме по продовольственной безопасности. Мероприятие пройдет под председательством премьер-министра России Дмитрия Медведева. Азов вместе с сотрудниками администрации будут представлять руководители нескольких перерабатывающих предприятий. В частности, в павильоне Ростовской области ожидается представление продукции Азовской кондитерской фабрики. Классики в российской провинции. Литературные вечера под открытым небом в Азове. Новый проект, который проходит под патронажем Ассоциации малых туристических городов России, стартовал сегодня. Центром всех мероприятий стал пороховой погреб. 1 июня, в День защиты детей и Год литературы и 70-летие Великой Победы, Ассоциация малых туристических городов России реализовала проект «Классики в российской провинции». Организаторами в городе Азове выступили отдел культуры и искусства Департамента социального развития, отдел развития туризма, администрации, центральная библиотечная сеть города Азова и Азовский музей-заповедник. Это такой большой, можно сказать, уже всероссийский флешмоб. В Ассоциацию малых туристических городов входит уже 11 городов. И 1 июня, второй год, повторюсь, мы читаем «Классика в русской провинции». На территории порохового погреба Азовского историко-археологического и памятологического музея-заповедника состоялись литературные чтения. Артисты театра юного зрителя городского дворца культуры во главе с художественным руководителем Людмилой Грачевой представили литературно-музыкальную композицию «На привале». Программа рассчитана на 4 часа. Работали над сценарием с интересом, ведь с Василием Теркиным Твардовского одно из наиболее читаемых военных произведений в стихах. Вы знаете, неделю нормально, с удовольствием, по 3 часа ежедневно. Вообще мы подготовили 4-часовую программу, как и положено читать Теркина. Поэма умещается в 4 часа. Вот сегодня мы вам все это продемонстрируем. Среди зрителей присутствовали специалисты Центральной городской библиотеки и учащиеся школы номер 11. На пяти городских площадках в это время, в сквере «Восток», в городском парке отдыха, у памятника Александру Пушкину и на Петровском бульваре читали стихи классиков и местных поэтов. Акция продлилась до 17 часов. В Азове состоялся седьмой ежегодный фестиваль детского пленерного рисунка «Ласточкино гнездышко». По традиции мероприятие прошло у подножия крепостных валов. Главной особенностью седьмого фестиваля стало невероятно большое количество желающих. 300 юных художников приняли участие в этом настоящем празднике детства под открытым небом. Организаторы «Ласточкино гнездышко», «Азовский арт-медиа-центр», создатели молодежной программы «Бум», которую вы можете видеть на нашем телеканале. Седьмой фестиваль стал действительно самым необычным за всю историю «Ласточкино гнездышко». Увеличилось количество участников, расширилась география городов. В Азов приехали не только гости из соседних сел, но и из Донской столицы и Центра казачества Новочеркасска. Что такое творец и творение? Дети – они творцы. Они настолько свободно мыслят, настолько независимо мыслят. И цель вообще фестиваля – это чтобы не было давления ни мастера, ни родителя. Поэтому мы стараемся родителей от детей убрать. Фестиваль открыт для всех. Участники, у которых не было мольберта и палитры красок, могли получить все это во время регистрации. Перед началом творческой части всех ребят благословил клирик Храма Святой Троицы Отец Александр. Сейчас помолимся, чтобы Господь вас всех благословил, чтобы получилось. И уже тут, как Господь управит, кто выиграет. Но все вы достойны, раз пришли. Юным творцам, самому младшему из которых всего шесть месяцев, предстояло создать работу под названием «Мечта». Фантазия малышей настолько неповторима, что у жюри было нелегко определить победителей. Как и в предыдущие годы в команде мастеров был член Союза художников России Юрий Буслов. Он со своими коллегами внимательно изучал каждую работу и все время не сводил глаз с необычного рисунка, на котором изображен мальчик и остров. Работа азовчанина Ивана Иванова была награждена Гран-при фестиваля. Меня вызвали самым последним. Я уже думала, что не взяли меня. Оказалось, что мой рисунок стал самым лучшим. Мальчик мечтал попасть на остров, чтобы там радоваться и хорошо жить. Брат Ивана Александр победил в номинации, учрежденной Общественным советом МВД. Я долго не мог придумать, что нарисовать. Потом я подумал нарисовать мальчика-фуражки, который мечтает стать капитаном корабля. Я торопился и боялся не опоздать, сдать работу. Во время фестиваля любой желающий мог оставить послание в импровизированном ласточкином гнезде. Организаторы предложили участникам написать свою мечту. Ну только не только дети. Вот, например, чей-то папа написал. Хочу от света здорового ребеночка. Ну что может быть лучше? Ребенок хочет мороженое. Ребенок мечтает стать зубным врачом. Мечтает покататься на единороге. Приобрести лошадь. Есть, конечно, такие слезные пожелания. Хочу, чтобы Рыжик вернулся. А вот смотрите, какая замечательная записочка. Хочу разбогатеть и чтобы люди были счастливы. Возможно, к следующему фестивалю мечты всех, кто написал и оставил их, обязательно сбудутся. Иначе быть не может. Анастасия Дичко, Игорь Скуднов. При содействии Азовского медиа-центра Азов.Инфо. Азов. Город выходного дня. Акция, собравшая неравнодушных жителей, которые в течение двух дней разрабатывали туристические маршруты по достопримечательностям нашего города. Проект стартовал в минувшую пятницу. Сегодня можно говорить о промежуточных итогах. В Доме детского творчества прошла интерактивная игра «Город выходного дня». В ней участвовали представители предприятий, учреждений, общественных организаций, администрации, а также студенты и школьники. В течение двух дней под руководством группы модераторов участники игры старались выработать эффективные предложения по туристической привлекательности Азова. Игрой называется потому, что мы будем выступать в ролях определенных. Все участники будут выполнять роли экспертов и аналитиков. Мы, конечно же, в жизни таковыми профессионально не являемся, но на самом деле самый лучший анализ и экспертиза всегда осуществляется с позиции здравого смысла и неравнодушного отношения, я бы даже сказала, любовного отношения. Организаторы игры надеются, что проект «Город выходного дня» будет активно развиваться и определит концепцию развития муниципалитета на ближайшие годы. Людмила Татаренко работает мастером на производстве, увлекается историей родного города и мечтает о том, чтобы Азов стал одним из туристических центров Дона. Очень удачно, что компания «Пульсов» берет интервью, потому что интересоваться историей я начала благодаря репортажам Склерова, который стал говорить о управе Надзержинского, что это здание как бы в упадочном таком состоянии. И я думаю, что это такое за здание, надо посмотреть к нему, пройти и увидеть его. И после этого я узнала, что оказывается столько домов в городе, исторических мест и стала этим конкретно интересоваться. Во время проведения игры предлагались различные идеи. Например, сделать Азов площадкой для желающих изучать историю, археологию или разработать автобусный маршрут для туристов. То, что у нас в прокуратуре работал Рикунков, который стал генеральным прокурором СССР, рядом музей Самойловича, не все люди знают, что у нас даже четыре музея есть в городе. Глава администрации Игорь Щипелев пообещал, что самые оригинальные и свежие идеи будут реализованы. И самое главное, что по результатам вашей работы я даю обязательства и говорю о том, что администрация самые востребованные идеи, конечно же, притворит в жизнь. Татьяна Иваченко, Александр Истомин, Азов.Инфо. 95 лет исполнилось общественной организации нашего города Женсовету. Торжественное собрание прошло в ГДК. Торжественный вечер, посвященный 95-летию Женсовета города Азова, состоялся на сцене городского дворца культуры. Юбиляров поздравил глава администрации Игорь Щипелев. Милые дамы, я еще раз поздравляю вас с такой серьезной датой. От всего сердца желаю вам семейного счастья, улыбок, здоровья, благополучия и свершения самых сокровенных надежд и мечтаний. Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, надежное, мужское плечо, обдумится ряд мир и согласия. С праздником! Лучшие представители Совета Женщин города были награждены грамотными, ценными подарками и денежными премиями администрации города, депутатами Законодательного собрания Ростовской области и Азовской городской думы. Юбилея подготовились серьезно. За 95 лет существования Совета Женщин была проделана огромная работа. В 1920 году был создан первый женсовет в городе Азове, а сегодня это огромная организация, которая включает до 2000 женщин. Мы активные, мы любим наш город и хотим, чтобы он был самым замечательным и процветал из года в год, становился все лучше и лучше. Выставка «Вход за культурой» приурочена к торжеству, привлекла внимание всех присутствующих. Это маленькая, повторяю, очень маленькая, крохотная выставка наших азовчанок, которые участвуют в клубе «Азовчанка» в Центральной библиотеке имени Крупской, совместно работающем с женсоветом города. Для всех собравшихся в этот вечер на юбилей творческие коллективы города подарили приклассный концерт. ПЕСНЯ В заключении программы репортаж о жалобе жителей улицы Красногоровской. У азовчан претензии к управляющей организации Домоуправления, которая, как известно, не получила лицензию на право дальнейшей деятельности. В очередной раз в нашу редакцию обратились жильцы дома номер 27А по улице Красногоровской. Но эта этажка была построена 22 года назад. Несмотря на то, что она относится к новому жилищному фонду, коммунальных проблем немало. И они требуют экстренного решения. В подвале прорвало трубу с канализацией и почти все подъезды затоплены. Скоро наступит жара и запах будет невыносимый. Управляющая компания в лице исполнительного директора Домоуправления номер 1, по словам жильцов, не реагирует на сложившуюся ситуацию. Куцов, исполнительный директор Домоуправления номер 1, он просто отказался. Отказался от того, что необходимо вычистить эти фекалии. Он сказал, у меня ведер нет, а у меня лопат нет. Извините, вот это к деньгам, ха-ха-ха. Вот такой руководитель, понимаете. Поэтому мы вынуждены просто уйти от такого муниципального предприятия в коммерческую организацию. Жильцы дома провели собрание и единогласно решили отказаться от услуг Домоуправления номер 1. К сожалению, остался один нерешенный вопрос. Куда исчезли их деньги? Ведь в ресурсоснабжающую организацию они не попали. И почему им приходится все ремонтировать за свой счет? Если ранее им удалось изыскать на асфальтирование двора, то сейчас им нужно делать проектно-сметную документацию для подвального помещения, в котором отсутствует циркулярная линия. Если бы нам предложили такие условия, к примеру, бы муниципальное предприятие, или сказали бы там, подсобирать денег, у вас не хватает. Но дело в том, что у нас эти деньги есть. И немалые деньги. 800 тысяч, я же говорю, это с печатью официально, и неофициально миллион 600, которые мы просчитали за три года, что нам не заплатили эти денежные средства. С этим вопросом они обратились в прокуратуру, а также написали письмо на имя президента. Остается только ждать. Иванна Голубев, Александр Истонин, Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – сеть магазинов «Дешевая аптека». Мы заботимся о вашем здоровье. До свидания. Как за четверть века из небольшой кабельной сети превратиться в медиахолдинг? Компании «Пульс» в этом году исполняется 25 лет. Падение взлета страны в миниатюре хранят эти стены. До встречи в четверг в 18.30. Нам есть что сказать. Сеть дешевых аптек предлагает традиционно качественные препараты по низким ценам. У нас вы всегда сможете приобрести лекарственные препараты, товары для здоровья и красоты, гомеопатические средства. Все для детей и беременных. Мы заботимся о вашем здоровье. Азов, привокзальная 23. Телефон 46-0-46. Московская 76. Телефон 4-24-73. 2 июня малооблачная. Температура днем плюс 25, плюс 27 градусов. Температура ночью плюс 17, плюс 19. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 60%. Уровень воды в реке Дон на 50 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 20 градусов. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Гомофон в норме. Гомофон в норме.